Девушки отдыхают Суеверие, конечно, но я уже столько всего насмотрелся и наслушался в бункере, что готов поверить всему, что будет оберегать жизнь моей дочери. В общем, вы мне амулет, я вам батарейку. Все честно. Я подумаю, что можно сделать. Так. Медальон отдадим. О какой. Эх, надеюсь, что он защитит мою Гретту. Держите свою батарейку. Последняя рабочая. Так, все-таки отдай письмо. Повторяю. У меня есть четкие правила, и я не намерен их нарушать. Спасибо. Да, да. Ну, смотри. Нарвался на советского разведчика. Пожалуйста, ничего не трогайте у меня на столе. Так, не понял. Значит, пока не получится с письмой. Надо батарейку. Нет, надо поговорить о... О, стой. Ему звонят, да? Так. Вернемся взад. Пожалуйста, ничего не трогайте у меня на столе. Ну, звонок же был только. Уже все. Ладно. Выйдем вот. Подышим свежим. Время с курьером. Только с каким я так и не... Ну, давай с этим. Хайль Гитлер. Хайль Гитлер! Со всеми вопросами обращайтесь, пожалуйста, к Бешлагмайстеру. Это Киппо. Урденх, Юбер, Алис. Хайль Гитлер. Хайль Гитлер. Как я понял, у вас какой-то груз. Да. Нам необходимо разрешение, чтобы занести его внутрь. Кто может дать подобное распоряжение? Фюрер, министр Геббельс, рейхсфюрер Гиммлер. Странно, но в бункере не ждут никакого груза. У нас есть приказ. Подписан фюрером. Это аргумент. Безусловно. А что за груз? Минутку. Где-то тут была бумага. Так, так. Копье Лонгина. В скобочках. Копье судьбы. Копье Иисуса. Груз особой важности. Хорошо, я запомнил. Так. А сейчас тут небезопасно. Возможно, что груз надо не сюда. Потребуется переправим. Вы только бумажку покажите. Остальное мы сделаем. Нам не привыкать. Хорошо. Я попробую поговорить с кем-нибудь из высокого начальства. Подождите немного. Ясно. Мы подождем. Дневник. Понятно. Надо предотвратить. Не фиг. Чтобы это копье доставили сюда. Так, охранник. У вас найдется для меня минута? Только минута. Говорите, что вам надо. Письмо дай. Повторяю. У меня есть четкие правила, и я не намерен их нарушать. Спасибо. Спасибо. Так, на лестнице. Общество. Ладно. Мы ж советские разведчики. Мы пойдем другим путем. Как говорил... Это все очень странно. Так, Лин и Акс. Что? Гибельс. Это я потом... Копьел Лангина, проект Америка, смерть Крэпса. Что еще случится сегодня? Я потом доложу. Что-то обязательно случится. Нам надо в туалет. Это все очень странно. Да. Что-то у нас странно. Все. Спросим. Бежим. Прошу прощения. Да, да. Говорите быстрее. Мы вам чем-то... Да, оставьте меня. Оставьте. Ясно. Так. В туалет. Мы ж батарейку несем. Офицер. Тут с этой игрой можно запутаться. Забываешь, зачем шут. Вот батарейку на. На фонарик. Все. Не нужна мне больше батарейка. К Монке вызвали. Черт бы побрал всю эту войну. Слишком долго вы шатались, не пойми где. В конце концов, я просто старался вам помочь. А пошли вы. И засуньте батарейку вашу себе взад. Я запомню ваши слова. Но в игре... Я вам не отомщу. Что здесь делать? Хорошо. Ему батарейка уже не нужна. Так, идем. Куда идем? За письмом идем. Так. Роскошный массивный комод. Трудно представить, что его предком был обычный сундук. Прошу прощения. Да, да, говорите быстрее. Так принесите, в чем же дело? Офицер на входе не позволяет мне сделать это. Он говорит, что только вы... Черт, мне не нужны сейчас ваши мелкие проблемы. Я не буду ими заниматься. Скажите фрау Гитлер, что я принесу ей письмо позже, когда будет время. Это что? Другая ветвь игры? Да нет, я пойду по той же ветви. Копьё Лангина, проект Америка, смерть Крэпса. Что еще случится сегодня? Что-то обязательно случится. Да. Письмо забрать надо. У вас найдется для меня минута? Только минута, говорите, что вам надо. Повторяю. У меня есть четкие правила, и я не намерен их нарушать. Да, да. Так, звонок. Пожалуйста, ничего не трогайте у меня на столе. Хорошо. Нет, я... А, надо выйти. Выиграл. Блин, обратно. Кто-то оставил на скамейке кобуру. Пистолета внутри нет. Трудно представить, что кто-то переобувается перед входом в бункер. Возможно, когда-то это имело смысл, но сейчас, когда русские уже почти у самого фюрер бункера... Не знаю, кому это могло прийти в голову. Эй, не делайте там ничего. Пусть ей позвонят. Ты достанешь. В этом ящике лежат письма, почему-то отделенные от основной стопки. Интересно, уж не фюреру ли они предназначаются. Я слышал, что Гитлер, начиная с самого начала своего правления, получал несметное количество писем с угрозами. И с каждым годом их количество только увеличивалось. Открытка с портретом Гитлера на марке. В свое время британские спецслужбы выпустили серию марок с изображением рейхсфюрера Гиммлера и распространили по третьему рейху. Они рассчитывали таким образом создать впечатление, что Гиммлер якобы готовит политический переворот и даже печатает пропагандистские материалы. Наконец-то сработало. В общем, никакого результата эта акция не принесла. Так, теперь мы можем скоммуниздить. Да, понял. Письмо. Повторите, пожалуйста, генерал. Вот так. Знай наших разведчиков. А ручку забрать. Вот она. Ну и покидывал. Причем тут лестница? Теперь нам нужно к фрау Гитлеру отнести письмо. Что? Копье Лонгина, проект Америка, смерть Крэпса. Что еще случится сегодня? Что-то обязательно случится. Это все очень странно. Пора с Браун поговорить. Фрау Гитлер, я принес вам письмо от фрау Остермайер. Наконец-то. Заходите. Так. Спасибо вам. Майер, верно? Спасибо. Вы можете идти. У вас не найдется для меня минутки, фрау Гитлер? Вы хотите со мной о чем-то поговорить? О, даже как-то мило. Я чувствую себя здесь очень одиноко. Фюрер все время у себя. Разговаривает с портретом Фридриха Великого. Моя сестра-служанка просто дура. А офицеры, они почему-то не обращают на меня внимания. Так что я с удовольствием с вами побеседую. Фрау Гитлер. Что происходит сейчас в бункере? Ой, я сейчас расскажу вам страшную историю. Понимаете, произошло жуткое недоразумение. Немножко по моей вине. Но я не хотела ничего дурного, честное слово. Так вот, на днях... Несколько офицеров пытались убедить моего мужа покинуть бункер. Честно говоря, я тоже с ними была согласна. Не люблю я этот гроб. Сыро тут и мрачно. А если мы тем более захотим ребенка? Представляете? Если мы захотим ребенка. Продолжайте. Очень интересно. Так вот, наш фюрер тогда очень резко отказался. Накричал на них. Ну, как это бывает обычно. Я его, конечно, тогда поддержала. Вот. А потом я узнала случайно, что доктор Бранд отправил своих детей и жену в... Не помню. В город какой-то. И сам вроде как собирается уезжать. Ну, я пошла к фюреру и сказала. Вот такой умный человек, доктор Бранд. Ты так его уважаешь. А вот и он собирается бежать из Берлина. Продолжайте. Очень интересно. А потом я добавила. А может и нам? А тут фюрер рассверепел. Приказал привезти к нему Бранда. И тут же устроил ему какой-то трибунал. Чуть ли не велел казнить. Представляете, какое недоразумение? Я-то хотела совсем другого. Бедный доктор Бранд. Я вас понимаю. Спасибо, Майер. Смутрием все. Ева Браун поглядывает на часы и широко зевает, прикрывая рот рукой. Кресло с наклонной спинкой. Так и представляется, как фюрер берет в руки чашку с блюдцем, откидывается назад и, сделав маленький глоток, начинает рассуждать о будущем Германии. Несколько томов из серии мировой исторической литературы. Этажерка с тремя полками и тумбочкой в основании. Стул с изогнутой спинкой, обитый дорогой материей. Высокая лампа с желтым абажуром. Из граммофона звучит легкая бойкая мелодия. То ли фрау Гитлер не понимает нависшие над Германией опасности, то ли показной веселостью музыки старается заглушить охватывающие ее чувства. На этом небольшом диване может разместиться чета Геббельсов вместе со всеми пятью детьми. Закат в порту. Характерная для вкуса Гитлера картина. Ницше. Воля к власти. Блюдце с крошками от печенья. Серебряный нож с ручкой, покрытой тонким узором. Чашка с остатками кофе. Чашка с остатками кофе. Фрау Гитлер. Я хотел... Нет. А вы слышали, что генерал Крепс застрелился? Что? Бедный генерал Крепс. Я же видела его еще с утра. Он был такой веселый, такой учтивый. Бедный офицер. Но это же война, правда? Значит, он был слишком слабый и не выдержал. Так, ну вот сейчас самое главное. Я хочу поделиться с вами своим несчастьем. О, Майер, конечно, рассказывайте. Я вас выслушаю. Несколько дней назад я поссорился со своей невестой. Какое несчастье. Мы раньше ссорились, но потом быстро мирились. Я думал, что в этот раз все будет так же, но война... Война забрала ее у меня. Неужели? Какой ужас. Да нет, она жива. Так, что еще за бреха? Моя невеста была ранена под бомбежком. Я смог отправить ее в пригородный госпитал. Мы так и не успели поговорить. Все, что у меня сейчас есть, это номер телефона этого госпиталя. Как я вам сочувствую, бедная девушка. Понимаете, я должен позвонить туда, узнать, что с ней. Я должен извиниться перед ней, сказать, что люблю ее больше жизни. Ведь, возможно, мы никогда больше не встретимся. Да-да, как я вас понимаю. Пожалуйста, дайте мне возможность воспользоваться вашим телефоном. Все остальные аппараты перегружены. Офицеры не будут отвлекаться на такую ерунду. Но личный аппарат есть только у фюрера. Обходить в его комнату никому нельзя. Прошу вас, дайте мне воспользоваться телефоном. Это очень важно. Простите меня, Майер. Я не могу. Не могу. Ладно. Вот фотография моей невесты. Вот фотография моей невесты, фрау Гитлер. Посмотрите, какая она... Ой, Майер, как мне вас жалко. Позвольте мне, пожалуйста, позвонить ей. Я клянусь вам, никто не узнает, что вы меня впустили. Ну, хорошо. Так и быть. Хорошо. Портрет Фридриха Великого. Того, кто бросает в бой свой последний батальон, ждет слава победителя. Этим замечанием Фридриха Гитлер руководствовался практически с первого дня войны. Говорят, с недавних пор этот портрет стал для фюрера настоящей иконой. Письменный прибор с двумя пустыми чернильницами. Записи, сделанные почерком Гюнша, содержат краткую информацию о подлодке У-977, которая ожидает Гитлера в Атлантическом океане. Сообщается секретная частота для связи с лодкой и пароль, который должен послужить капитану Гейнцу Шаферу руководством к действию. Он звучит следующим образом. Все идет, все возвращается, вечно вращается колесо бытия. Внимание, гласит надпись на щите. Открыть его и разрезать провод, ведущий к пульту, не составит труда. Однако в этом случае выключатся и лампочки, сигнализирующие об исправности пульта. Это сразу привлечет к себе внимание. Такой вариант мне не подходит. Мирный закат в порту. Как разительно отличается изображение на полотне от того, что происходит сейчас в немецких портах. Сейчас стальными рядами стоят в них корабли британского и американского флотов. Высокая лампа с желтым абажуром. Стол с изогнутой спинкой, обитый дорогой материей. Сомнительного вида морепродукты, специально для вегетарианца Гитлера, извлеченные из-за кромов бункера. Фюрер не понаслышке знает, что такое настоящий голод. Он прошел это тяжелое испытание после того, как не поступил в Академию художеств. «Пять лет нищеты и скорби в Вене», — вспоминал он. «Пять лет, в течение которых я зарабатывал на жизнь сначала как подмастерье, а потом как неизвестный художник. Голод был моим постоянным спутником. Он не покидал меня ни на мгновение». Кофейная чашка со следами помады. Пустая стеклянная бутылка из-под воды. Такие десятками опустошал Гитлер во время своих частых выступлений для малоимущих слоев населения в 20-х годах. После провалившегося пивного путча и отсидки в тюрьме, фюрер стал добиваться своих целей на показ в рамках закона. Тогда его даже называли «Адольф-законник». Вместе с поддержкой рабочих фюрер получил тогда и финансирование от крупных немецких капиталистов, ожидавших, что он избавит их от надоевших профсоюзов и коммунистов. Рядом с граммофоном лежат любимые пластинки Гитлера. «Сумерки богов» Вагнера, Верди, Шуберт. Удивительно видеть здесь только композитора Бородина. Фюрер всегда испытывал большую ненависть к славянской крови, чем даже к большевизму. Для русских он отводил роль прислуги немецкого народа и всегда говорил, что наша нация, как и евреи, не способна создавать произведения искусства. Кровати аккуратно застелены. Интересно, чья рука здесь постаралась? Адъютанта Линги или все же новоиспеченной супруги фюрера Евы Браун? История Фридриха II Карлейля. Во время Семилетней войны отчаявшийся Фридрих обещает сдаться и принять яд, если до 15 февраля в его судьбе не произойдет поворота к лучшему. А потом... Умерла королева Елизавета, и для Бранденбургской династии случилось чудо. Случится ли такое чудо и для нашего фюрера? Я уж постараюсь этого не допустить. Подушка, набитая гусиным пухом. Углекислотный огнетушитель. Его применение требует некоторой сноровки, однако лучшего средства от пожара в мире пока не изобрели. Военные сводки, отчеты, письма генералов Вермахта. Все, что не устраивает фюрера, он немилосердно рвет в клочки. Однако реальность — это не бумага. Ее не порвешь и не выкинешь в мусорную корзину. Иллюзиям и фантазиям Гитлера скоро придет конец. Канделябр с тремя оплавленными свечами. Личный телефон фюрера. Гитлер разговаривает по нему только с особо приближенными людьми. Неугодные ему новости обычно приводят его в бешенство. Поэтому штабные генералы всегда стараются пользоваться расплывчатыми формулировками, скрывая истинное положение дел до самого последнего момента и создавая видимость, что все приказы фюрера неукоснительно выполняются. Задняя панель пульта закрыта на ключ. Маленький ключ подходит к задней панели пульта. Теперь я могу добраться до внутренности механизма. Мне нужно убрать центральный элемент питания и обесточить пульт. Это сделает запуск атомного оружия из бункера невозможным. Убираю. Я отключил пульт от питания. При этом погасли лампы-индикаторы. Чтобы не включилась сигнализация, мне нужно либо вернуть центральный элемент питания, либо придумать другой способ снова зажечь обе эти лампы. Конечно, я придумаю новый способ. Сейчас будем искать новый путь. Так, так. Оп. Одна зажглась. Хорошо. Вторую. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!